В этом году в городском округе Подольск День Победы над фашистской Германией отмечали с особенным размахом. Воспоминания о хорошо проведенных длительных выходных добавляют радости и доброты в серые будни. Мы собрали яркие и позитивные моменты недавно прошедших праздников, чтобы поднять вам настроение и наполнить будни атмосферой торжества и веселья. В Большом Подольске 9 мая было очень много мероприятий и концертов. А начинался День Победы с шествия Бессмертного полка. Всего около 27 тысяч жителей приняли участие в митинге. Самое массовое шествие началось от площади Ленина и закончилось на площади Славы. В нем приняли участие около 24,5 тысяч человек. В колонне плечом к лечу шли студенты, школьники, представители разных профессий, члены городской администрации, ветераны войны и труда и многие другие. Практически у всех участников были портреты воевавших родственников. Некоторые несли и по несколько фотографий. День Победы Митинг закончился поздравлением представителей администрации городского округа с праздником, минутой молчания и взложением цветов. После шествия подольчане разошлись по концертным площадкам, которых в Подольске было более восьми. В парке Талалихина, например, параллельно с концертом проходили спортивные соревнования. Здесь был и воркаут, и стрельба, и даже подсчет приседаний отжиманий для нового рекорда Московской области. Всероссийская акция называлась Рекорд Победы. В заданное время люди по всей стране отжались по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. В этом году участники акции Рекорд Победы отжались и присели в сумме около 26 тысяч раз. Вот прямо сейчас в очень многих городах проходит эта акция, люди отжимаются, приседают, занимаются спортом и все для того, чтобы показать ветеранам, пожилым людям, что они не зря боролись и есть на кого оставить новое поколение. В это время на концертной площадке парка Героя Советского Союза Виктора Тололихина были настоящие праздничные гуляния. Коллективы Дворцов культуры городского округа радовали зрителей своими выступлениями. Устроения хорошие. Пляшу, веселюсь всегда в парке, все праздники бывают здесь. День Победы, наверное, это самый хороший праздник, потому что не было этого дня, не было бы и остальных праздников для нас и для наших детей и внуков. Чтобы не появлялись новые ветераны в нашем государстве. Пожелаю, я хочу здоровья всем молодежи и не знать, что такое война. Только по фильмам. Если бы не воевали наши прабабушки и прадедушки, то не было бы нас на этом белом свете. И я хотела бы, если бы была такая возможность, сказать им огромное-огромное спасибо за мирное небо над головой, за нашу жизнь, которую они нам дали. Зрители концерта на сцене Певческого поля в Дубровицах также поделились с нами своими впечатлениями. Хорошее настроение, пришли посмотреть. Отличный святой вообще праздник, как можно не прийти. Каждый 9 мая мы ходим на кладбище, соответственно, излагаем цветы вместе с сыновьями, чтим, стараемся, чтобы они так же, как и мы, наши традиции, чтили, чтобы не забывали наших дедов, да, парня. Артисты в этот день отложили все свои дела. 9 мая для них особый праздник. Ты ходишь на сцену и думаешь, как бы не заплакать от эмоций, которые переживаешь в те времена, как это все было. В общем, просто эмоции захлестываете, стоишь. А в этот день мы откладываем все дела, чтобы у нас не было и дачи, и все. Это святое, выступить на этом празднике. Жители других городов Подмосковья делили вместе с подальчанами радость празднования Дня Победы. Владимир и Оксана приехали в Дубровице из Мытищинского района. Это праздник, который объединяет нас всех, потому что я думаю, что нет семьи в России, которая не коснулась бы война, и с каждым годом память уходит, и ветеранов становится все меньше, но масштабы праздника не угасают, и это радует. Здесь, рядом с речкой, многие подальчане готовили шашлык из мяса, хотя всего в двух шагах развернулась полевая кухня со вкусной кашей. Вспоминали 9 мая и то, как отмечают этот праздник в других странах. А можно я нашим друзьям с Украины передам большой привет, пожелания с праздником? Я им хочу сказать, ребята, держитесь, правители, они временные, они приходят и уходят, а история в душе народа остается навсегда. Военные песни и стихи заставили многих вспомнить рассказы дедов и прадедов, ведь война была страшной и запускала свои костлявые руки в каждый дом. Немногие вернулись с полей сражений, немногие смогли рассказать об ужасах боев, но даже те факты, которые дошли до нас, должны не допустить повторения военных действий. Хорошо, что и подрастающее поколение понимает ужас и противоестественность кровопролитий. Мир и дружба всем нужны. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете. В День Победы нельзя не вспомнить о солдатах, офицерах и генералах, благодаря храбрости которых мы сейчас можем наслаждаться жизнью. Салют в честь Дня Победы над немецким нацизмом в этом году прогремел не только в сквере поколений, но и в микрорайонах Кузнечики, Климовск и Львовский, а также в поселках Дубровицы и в деревне Федюково. Самый долгий салют был в сквере поколений. Он длился даже дольше, чем московский. Надеемся, что несколько минут в воспоминаниях о праздничных выходных подняли вам настроение или заставили задуматься над подвигами предков. Спасибо за внимание и успехов в учебе, труде и обороне!